Привет, ребята! Сегодня про дофаминовый детокс. Напоминаю, что очень-очень часто проблема с дофамином идет серьезно. И многие не знают того, что положительные эмоции невозможно выработать, к сожалению, без гормонов. Стресс, депрессия, тоска и прочие негативные явления зачастую возникают из-за того, что блокируется выработка дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов. Напоминаю, что дофамин биологически активное вещество, которое вырабатывается в мозгу синапсами нейронов и служит для передачи нервных импульсов. То есть, кроме того, участвует в регуляции сердечно-сосудистой системы. Оно синтезируется в надпочечниках, почках и кишечнике. В общем, это одно и то же химическое соединение, но дофамин, действительно синтезированный в центральной системе, в головном мозге, не попадает и бывает так, что оказывает влияние на передачу даже нервных импульсов. Роль дофамина – это крутая история. Это расслабление гладкой мускулатуры, расслабление кишечника, увеличение фильтрации жидкости, кровотока в почках, ускоряет выведение натрия с мочой. Все круто! Напоминаю, что дофамин действительно оказывает влияние на формирование мотивации, чувство удовольствия, награды, желания. В общем, выделению дофамина способствует достижение цели и даже само предвкушение этого момента. То есть, одни лишь мысли о триумфе вызывают выброс уже нейромедиатора. Когда цель достигнута, выработка дофамина снижается. На дофамин влияет чувство любви. Вместе с гормоном с окситоцином это все взаимосвязано. Приятные и тактильные ощущения. Это тоже про дофамин. Употребление любимой пищи, употребление всеми любимого шоколада вызывает всплеск кратковременной дофамина. Но, напоминаю, что предшественником дофамина служит аминокислота тирозин. Чем больше его содержится в продуктах, тем выше вас шанс получить удовольствие. Он есть в мясе, в бобах, в сои, в чечевице, в фасоли, в орехах, в сыре, в твороге. В общем, все это идет прям таки с дофамином. Другой момент отдых и физическая активность, полноценный сон это нормализация дофамина. Но будьте осторожны, в обмене дофамина могут принимать участие некоторые кардиологические и психиатрические препараты. То есть, с этим моментом нельзя шутить. Дофамин не всегда синоним позитива. Иногда это прям о провалах, проблемах, травмах, болевом синдроме. То есть, выработку дофамина действительно в мозге в 5-6 раз увеличивают наркотические вещества. И затем уменьшают, заставляя повышать дозу. Чувство удовольствия вырабатывается уже искусственным образом. Напоминаю, что эта вся история блокируется, когда вы злоупотребляете жирной, сладкой пищей по той же схеме, что и с наркотиками. Организм требует еще и еще, что в итоге приводит к перееданию и к пищевой зависимости. Чтобы хакнуть свой дофамин, нужно нормально спать, балансировать свою диету. Важно дать действительно себе достаточно отдыха. Выйти из социальных сетей, в которых вы, например, не работаете. И заниматься физкультурой. Плюс закрывать цели, которые для вас важны. Если вам полезны мои ролики, подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. Следующее видео будет про серотонин. Напоминаю, что дофамин. Можно исправить с ним проблемы, если обратить внимание на те базовые вещи, которые я дала в своем ролике. Продолжение следует...